Совмещенная тема, одна тема это работа коленями в топ-контроле, вообще такой жесткий, давящий топ-контроль, который они все очень любят. И сегодня, как такое разнообразие внести, у нас сегодня Grand'n Pound от Дмитрия. Почему, собственно, этот семинар делается? Такое немягкое джиу-джиусе, я его назову, когда это видео выйдет. Во-первых, просто потроллить людей, потому что джиу все носятся, вот мягкое искусство, мягкое искусство, ну полная, это херня, нормальный контактный спорт. В нормальном контакте спорта в какой-то момент могут люди подраться, разнести лицо, когда люди говорят, что спорт это вот только чтобы делать хорошо и навыки на улице применять нельзя. Ну ребят, 90-е они так давно были, все спортсмены как бы пошли, не в детские садики преподаватели, они пошли на улице, поэтому спорт это нормально, жестокая тема, мы все-таки занимаемся нанесением как бы увечений, насилия, да, ходить добровольно. Поэтому я считаю, что нужно в эту тему и надо все-таки добавлять удары руками, чтобы показывать, что мы не только в партере бороться можем, мы можем брать захваты, а можем еще бить. И почему я, собственно, в кимоно, во-первых, кто-то гоняет вес, что под сыро, а во-вторых, кимоно, это такая немножко имитация уличной одежды, потому что мы на улице все-таки, да, не вот так вот ходим, мы все-таки пузатенькие наряжаемся, какую-то одежду, да, мешковат, за которую можно прихватиться. И хотелось бы, да, немножко сегодня посвятить на несколько моментов касательно применения там джужу-су на улице в плане топ-контроля. И сейчас, пока вы стоите, я хочу показать один момент. Я это увидел на реальном видео, то есть это было видео снято с полицейской камеры, ситуация была в Канаде, и вот полицейский, он как бы переслал, у него было джужу-су головного мозга. Сейчас покажу, чем эту историю закончишь. Дима, не оборачивайся, пожалуйста. Да, ситуация была такая, я сейчас лягу, сделай, пожалуйста, армбар на эту руку. Начинай, то есть вот был полицейский, вышел чуваку на армбар, начинал делать армбар, человек выхватил нож и просто его зарезал, прям вот так вот. Зарезал его насмерть. И ее было снято с полицейской камерой, как бы, ну, то есть, мы, конечно, занимаемся джужи-су, иногда делать болевые на улице, это полный бред. Нас же нужно человек просто разбить, иначе вы, как бы, имеете полные шансы быть посаженным на пику. Да, поэтому у нас сегодня будет немножко ударного джиу-джитсу. Итак, собственно, все готовы, всех пара есть, поэтому давайте распределяемся по залу и начинаем. Позиции, с которой мы сегодня будем начинать, мы будем начинать с сайд-контроля, и мы начнем, да, не вот сразу, из фулл-сайда, потому что, ну, в одной, как бы, ситуации мы сюда не телепортируемся, мы сюда это попадаем. Бывает, что, если мы подрались, мы с человеком просто сцепились, как-то упали на него сверху, да, либо, если мы говорим с точки зрения джиу, а сейчас такой материал все-таки пригодный для джиу, для соревнований, для зала, то мы все-таки проходим гарт, да, то есть он подняет ноги, мы их куда-то убираем, и мы хотим поднести свой корпус к его корпусу, то есть, да, я хочу вот зайти в него, подтянуть колени, получить контроль. Он этого не хочет, соответственно, он хочет создать себе пространство, чтобы вставить свои ноги, и у нас получается такая противодействие. Я хочу сократить пространство, поджаться к нему, он хочет меня не пустить, он вставляет рамки, то есть я прохожу условно, я начинаю сближаться, он вставляет руки, да, и да, я могу давить сверху, он могут пытаться продавить, но я могу вот это пространство, которое образуется вот здесь, видите, между нами, занимать его по-другому. Я могу занимать его ногами, я могу как резко подносить вот эту ногу, ставить колено на живот, да, так и, делаем, или одну из любимых позиций, ставить вторую ногу, да, и переходить в Джордж Флойд позицию. Пять минуты молчания по-другому Джорджу Флойда просто. Я вот здесь не перетолкаю, но у меня вот эта нога, видите, она достаточно свободная, то есть я здесь даже могу ей двигать, поэтому что я делаю, важно, вот видите, у него нога, да, вот моя, она не вот так вот ломится, да, иначе она у него упрется. Я беру, подтягиваю ножку к себе, бам, то есть вот. Я это могу делать в движении спокойно, то есть я здесь, я захожу, он блокирует, бам. Очень важно, любой контроль, любое преследовательное движение на ногах, я не падаю на него коленями, ничего, я подставляю в первую очередь стопу. Да, подставленная стопа что мне дает? Если у меня стопа поставилась хорошо, я очень хорошо опущу на него колено, у меня будет запас, даже если он ляжет на бок, чуть отъедет, у меня все равно колено его коснется, у меня будет запас. Если у меня стопа будет, как у многих вот здесь, в двух километрах стоять, видите, то я буду опускать, нет, я просто буду опускать колено, он просто упирается, меня чуть отъедет, чуть отъедет, да, я просто провалюсь на пол, да, и не получу контроля над ним. То есть всегда, когда я хочу его догнать, я хочу подставить свою стопу максимально близко к его телу, да, бум. Сейчас, допустим, он знает, что я буду ставить вот эту ногу, и он делает чуть больше акцента на это, то есть ноги в джилу встречались с этим моментом, вот он колено, допустим, подтягивает, он не хочет, чтобы я сюда зашел. У меня, видите, пространство освободилось вот здесь. Я разворачиваю таз, то есть, смотрите, я вот так вот, то есть я не пытаюсь на него вот так вот попереться, мне будет неудобно. Я чуть меняю стороны таза, подставил ногу, опустил колено. Мы сейчас работаем в достаточно легком ритме, то есть вот он лежит, ножки подняты, мы ручки взяли, мы двигаемся, мы проходим гахт, смотрим, какую сторону он блокирует, видите, он блокирует сейчас эту ногу, подставил к корпусу, опустил колено. Очень важно, сейчас не надо друг друга бить, то есть я, видите, подставил, я сейчас опускаю берцовый костю, достаточно мягко, комфортно, да, то есть, кто больше старше пояса уже комбинирует, то есть я, например, да, я пошел в эту сторону, показал, да, в одну сторону, проход в другую, начинаю проходить, он что-то блокирует, он блокирует, видите, какая-то нога потянулся, бам, поставил, то есть легкая такая работа на ногах, ваша цель поставить либо одну, либо вторую ногу к его корпусу и спокойненько опуститься на колено, обратите внимание, что у меня вторая нога никуда не падает, то есть я подставил, опустился, я могу встать, я все время на ногах, я ноги могу поменять, то есть у меня ноги легкие, я никуда не проваливаюсь, понятно? Работаем по времени, когда меняться, я скажу, поехали. Сейчас следующее упражнение, оно тоже нацелено на мобильность ваших ног, оно уже сразу в сайт контроля, то есть, возможно, вы оказались в боковом контроле, да, какие у нас основные правила? Таз к тазу развернутый, это очень плохо, мы не контролируем его голову, ему здесь очень удобно упираться в меня руками, то есть они здесь сильные, позиции естественные, он отводит таз, вставляет ноги, я снова оказываюсь в его гарде, да, то есть, опять же, если мы это соотносим в ситуацию, что мы там, возможно, отцепились, то есть человек сможет ползти, он мне может сделать тактаров кик в лицо, да, то есть отсюда, ну, то есть банально как бы, тактаров ухватило как бы, да, поэтому это тоже стоит рассматривать, особенно если у меня ботинки хорошие, подошва жесткая, то есть вам банально могут просто пнуть в лицо, и это принесет вам определенный ущерб, поэтому таз всегда развернут в сторону головы, вот смотрите, когда я здесь, его рукам уже неудобно меня отталкивать, да, то есть неудобная позиция для рук, как бы он здесь не упирался, уже немножко другие углы, да, дальше, я вижу его ноги, то есть я могу их контролировать, я могу их держать, гораздо больше контроля, здесь я не контролирую голову нормально, я могу здесь взяться, но давления нет, когда я ухожу сюда, смотрите, я взял, чем сильнее я ухожу сюда, тем жестче давление в шею я ему оказываю, то есть в нашем случае Джилл это был кроссфейс, ну, где-то если смотрели там UFC, это есть вонфлю, удушка такая плечом, то есть человека так можно задушить, ой, весь Сэмплю так несколько раздушил, да? Никиту Крылова. Да, Никиту Крылова так задушили, вот, потом таз я всегда смещаю в сторону его головы, очень важно, если, вот смотрите, контроль есть тогда, когда есть давление, давление есть тогда, когда ваша жопа выше ваших плеч, если вы вот так вот располстались по полу, то ваша жопа ниже ваших плеч, давление взяться неоткуда, поэтому у меня всегда, мои коленочки максимально близко к нему, да, я сейчас грудью не давлю, уже у меня микрофон там, и, чтобы создать давление, смотрите, что я делаю, я беру, приподнимаю свой таз над своим корпусом, соответственно, создаю давление. Чуть лучше продемонстрирую, то есть я хочу создать давление, бум, вот, я здесь, я достаточно подвижен, я всегда упираюсь пальцами в пол, для чего? Чтобы я мог перезапустить позицию, смотрите, если я, у меня пальцы расслаблены, я лежу, он начинает меня выталкивать, начинает от меня отъезжать, да, толкай, выезжай, я не могу быстро встать, потому что вот с такой стопой мне нужно сначала поставить пальцы в пол, а потом я смогу начать подниматься, да, то есть я останусь внизу, я не смогу быстро встать, быстро улучшить позицию, то есть мы не называем, вот, обычный сайт контроль, топ контроль, то есть контроль, когда я нахожусь сверху, то есть он ниже, чем я, да, поэтому очень важно, пальцы в пол и здесь, смотрите, когда меня там вот выталкивают, когда он выезжает, толкай, очень важно, я не опускаю жопу вниз и не поднимаю плечи вверх, так я загружаю свои ноги, я быстро встать не смогу, я делал наоборот, то есть он меня выталкивает, я, видите, встаю на ногах, он меня будет дальше толкать, да, я смогу спокойно встать, то есть, смотрите, меня здесь, меня толкают, я поднимаюсь, меня выталкивают, вот я стою, я на своих ногах себя вытаскиваю, моя позиция получается гораздо более динамичная, да, что мне это дает, сейчас чуть посильнее выталкивай, сейчас, секунду, вот я здесь, он меня выталкивает, я видите поднял, я на ногах двигаюсь, есть пространство, видите, он сейчас блокирует эту сторону, подставили, опустили, то есть не должно быть такого, что меня толкают, меня толкают, я сел вот здесь, все, я не могу контролировать миллион пространства, это плохо, я давил, меня толкают, я поднимаю таз, я двигаюсь, образовавшееся пространство, я снова заполнил своим коленом, да, бывают люди, когда меня выталкивают, да, может они засунули руки вот здесь, они выезжают куда-то пытаются, да, там выскажут, то же самое, я поднимаюсь на ногах, могу двигаться, контролируя, ставить одну ногу, вторую ногу, то есть я не жопой вниз, плечами вверх, а наоборот, плечи вниз, жопой вверх, и потом моя жопа меня вытаскивает, очень важная работа на носочках, наша цель сейчас двигаться мы легонечко двигаемся, почувствовать мобильность своих ног, чтобы в любой ситуации, как бы она не пошла, если он выталкивает, что случилось, я вот, я встал, я могу отойти, посмотреть на позицию, да, все понятно, работаем по времени, когда меня скажу, в принципе, блядь, э, 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 ты закрыли, э, ногами мы поработали, в принципе, ножки всех подвижны, все у всех хорошо, теперь мы переходим к нанесению ущерба коленями, для чего наносить ущерб, ну, во-первых, это весело, ну, это реально весело, понимаете, если бы делать людям больно, не было бы весело, не было бы секса по ММА, по боксу, по кикбоксингу, да, то есть, ну, ну, это весело, людям это нравится, люди бы, наверное, по полянам бы не бегали, еще как-то хуйня бы не занимались, да, по барам бы не дрались, поэтому, все-таки, насилие это весело, это реально важно, второе, боль отвлекает, то есть, она все-таки собирает внимание человека в одно место, в то, откуда эта боль исходит, это позволяет нам забирать сабмишину, потому что он забывает о каких-то других областях своего тела, он все внимание привлечает туда, где больно, хотя это может быть обычная обманка, и на самом деле угрозы может не представлять вообще, да, а в-третьих, это нарушает его планы и деморализует, многие люди, как бы, не ожидают, что им вот здесь делают больно, да, где-то выбьют дыхание, где-то просто будут неприятные ощущения, и иногда это разрушает их настрой вообще на дальнейшую борьбу, то есть человек боролся, ну, ладно, здесь как бы неплохо, то есть все, тут у него прилетает коленочка, он говорит, да, блядь, типа, он все равно борьба, он перестает ходить с нами бороться, мы все-таки хотим, даже наши соперники быстрее раздавались, меньше хотели с нами бороться, да, поэтому мы этим занимаемся. Здесь очень важно, Дим, первое, вот почему вы не можете поставить колено и сделать его жестким, да, первое, потому что вы хотите поставить не колено, вы хотите сделать вот эту вот историю, да, когда моя брюцовая кость пересекает его живот, чтобы забрать два балла, да, потому что, напоминаю, чтобы получить колено на животе, мое колено должно пересекать среднюю линию его тела, кто был на семинаре Стаса Вашатского, это помнит. Но вот здесь, понимаете, моя брюцовая кость, она очень широкая, она урона почти не наносит, да, плюс жесткой ручки поставь, пожалуйста, в коленочко, то есть вот ты защищаешься от колена, он поставил жесткой руки, да, напряги их, не ослабывай, я вот сейчас, видите, я его толкаю, он от меня вот отъезжать будет, да, потому что его руки создают достаточно жесткую конструкцию, если он как бы в них что-то держал, кроме члена в жизни, да, какую-то гантелю поднимал, да, они у него будут сильные, и продавить, ну, многие, кто занимается этим, вы ставите колено, он упирается руками, вы такие, тебе не толкай, у вас не получается. Почему? Потому что вы ставите колено, достаточно мягко сейчас поставить жесткую прысь, смотрите внимательно, что мне нужно сделать, да, чтобы у меня колено продавило. Мне нужно просто оторвать мою стопу от пола и чуть вывести колено вперед. Тогда мое тело, видите, я провалился, сделает все за меня, его руки сами разойдутся, потому что одно дело удерживать чуть выходящее колено вперед, когда нога стоит на полу, другое дело пытаться удержать всю массу тела, которая влетает. Чтобы не промахнуться мимо него, мы ставим стопу рядом с ним, я уже говорил, иначе мы промахнемся, упадем в пол, да, можем оказаться в плохой для себя позиции. Куда мы метим колено? Вот это очень важно понимать. Мы не хотим метить вниз живота, и мы ни в коем случае не хотим метить туда, где у него кости. Да, вот это солнечное сплетение, ребра, грудные мышцы, это все очень сильная конструкция, да, то есть верхняя часть тела, она очень сильная, она, в принципе, предназначена для того, чтобы уберечь ваши внутренние органы от ущерба, да, пока вы там, пока человек охотно собирается, что он занимался. Это, в принципе, такая очень защищенная часть, пробивать ее это не очень хорошо. Но у него есть вот это вот мягкое брюшко. Здесь вот не надо заниматься выцельнее. Вот все, где мягко, да, вот весь как бы пресс, вы, например, пресс-классно знали бы, приятно щупать, да, вот надо туда попасть. Если вы туда попали резко, вы выбьете ему дыхание. Еще почему вы выбьете дыхание? Многие из вас, когда боролись, вы боретесь с человеком, вы упираетесь в него, вы немножко напрягаете не только мышцы рук, да, но у вас весь корон напрягается. У вас в том числе немножко напрягается диафарм, и вы такие уперлись. Если вам в этот момент что-то прилетает очень редко, воздух из вас выходит. Мне тебя жалко, кого мне не жалко? На тебя можно? Да, то есть, смотрите, может, подними ножки. То есть классическая, абсолютная история. Я обхожу, он блокирует, я подставил стопу, он блокирует. Моя задача просто провалится. Бум! Я хочу, вот, видите? На этом, кстати, нормально, здесь не пришло, потому что реально 110 кг все-таки падают. Да, то есть моя задача нанести ТЭТ, удар коленом, выбить из него дыхание. Важно! Почему было вначале, ну, внимание, мобильность ног? Я не вцепился в него, когда упал. То есть, видите, у меня животик все-таки амортизирует. И он, я наношу удар, он все-таки собирается меня выталкивать, он дальше двигается, он убирает колено, подстановка ноги. Здесь мы переходим постепенно к Джорджу Флойду. Очень важно. Он, в принципе, жесткая конструкция. Если я буду ставить медленно, он спод меня выедет. Поэтому я прям ударяю коленом, я эту руку сейчас сделаю, ему в грудь, вот прямо в центре груди. Бум! Очень важно. У меня вторая нога стоит на полу. Если я поставлю ногу на колено, я не смогу этой ногой давить. Да, видите, таз ниже колена. Я здесь давление не создам. Бум! Вот здесь я уже могу оказывать давление. Как я уже сказал раньше, эта конструкция очень надежная, очень жесткая. Но мы ставим не для того, чтобы здесь вот пробить. Мы ставим, чтобы пробить его голову к полу, да? Моя нога здесь, смотрите, просто съезжает по его груди на его шею. Не на голову, голова жесткая. Я съезжаю на его шею. Да, мы приходим в мой любимый Джордж Флойд позишн. Да. Первый, Джордж Флойде классно душится. Во-вторых, это деморализует очень классно. В-третьих, его очень тяжело убрать. Почему? Потому что, смотрите, я здесь, я поставил, я контролирую ноги, он пытается убрать это колено, он будет работать одними руками. Ноги вот сюда включить в работу не может, потому что я банально их контролирую руками. Но если он все-таки умудряется отъезжать, убирать вот это мое колено, бам! Я переставляю на вторую. Да, то есть я, разумеется, могу использовать как гоп-контроль, ну, понятно, гоп, потому что на корзах. Но я предпочитаю все-таки, да, регулярно менять ноги. Очень важно, я не пытаюсь в него вцепиться руками. На самом деле, если мы замрем в одной позиции, то есть целимся и замрем, и он будет гораздо легче. Замирая, я не передвигаюсь, да, соответственно, вряд ли нанесу урон еще каким-то действием. Скорее всего, я прижмусь, буду контролировать, и он как бы переждет вот эти первые неприятные ощущения. Я хочу двигаться в сторону его головы, потому что, да, там нет ног. Я хочу регулярно втыкать свои колени в него, да, пробивая немножко его мышцы, выгоняя из него кислород и нанося психологический ущерб, да, небольшой. То есть еще раз. Мы здесь, да, я убираю ножки. Вот смотри, если он блокирует вот эту ногу, окей, первая идет вот эта. Я очень жестко ставлю, бам, я на ногах, и сразу же она съехала. Да, нога вторая, если она вот такая прямая, вы упадете, но вам неудобно здесь стоять. Вот она стоит, заряженная. Он будет убирать эту ногу, потому что ему не нравится. Он убирает, да, двигается, 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 и он отъезжает от таза. Подстановка. Неважно, бок это, живот. В мягкое, то есть, смотрите, вот у него ребра, они вот здесь идут, вы можете пощупать. Вот сюда, где мягенько. Бам! Да? Нанесли удар. Я ни в коем случае не вертикально. Знаешь, видите, веса в колене нет. Я над ним. Он начинает руками убирать этот колено. Одну руку на него не уберет. Смотрите, он сейчас убирает одну руку, и как бы он отъезжает, я догоню. Подстановка. Обязательно, это будет в моем случае с ударом, просто мы вдруг обережем. То есть, я бум, съехал. Я его преследую. Поверьте, там два, три, четыре удара, они свой эффект сделают. Человек устает, человек напряжется, и вы, подзагнав его психологически, гораздо комфортнее займете сайт-контроль, да, возможно, он вам отдаст руку на болевую, потому что очень распространенная тема. То есть, я, допустим, эту ногу поставил, он убирает, я тыкаю эту ногу. Что он будет делать? Он будет упираться, здесь мы забираем руку, да, на будущее сабмишинное, потому что, ну, стоит все-таки отдавать себе отчет, что вот у меня здесь позиция, сейчас жестко держи плечо, то есть, я буду сейчас отдыху к совать. Держи, держи, не отдавай мне руку. То есть, я вот сюда, как-то он не отдает мне, но, вот, если он не убирает, окей, у него кислород закончится в какой-то момент, я здесь подожду. Вот. Да, окей, если он начинает опускать плечо в пол, не хочет мне отдать плечо, окей, вот я здесь. А я начинаю работать, работать, работать коленями. Очень важно сохранять мобильность, ребят. Не вот упали один раз, там остались, нанесли удар, на носочках оттянулись, подвигались в сторону головы, посмотрели, снова нанесли удар. Поехали. Колени, это классное оружие для сокращения той дистанции, которая образуется между нами, либо при дожимании прохода гарда, то есть он все равно вставляет, то есть вы не заскакиваете, ставить контроль сразу, да, либо при той дистанции, которая образуется, когда человек начинает от нас отъезжать, да. Очень важно, если я еще раз, смотрите, я, допустим, заходил, он защищается, я захожу за голову, вот у нас есть расстояние, я не хочу упасть на колено, если я упаду на колено, он меня оттолкнет и отъедет, да, я хочу догнать его своими ногами всегда. То есть я здесь, я сначала, видите, он блокирует, он две ноги сразу не заблокирует, сейчас он больше блокирует эту ногу, видите, угол лучше. Подставил, удар. Я могу отсюда сразу уходить в сайт контроль, если мне нужно зафиксироваться. Если я позицию контролирую хорошо, я могу его поразбивать. Окей, я могу уйти в сайт контроль, я здесь, я зафиксировал, все хорошо, смотрите, я таз вверх, пальчики в пол, бум, воткнул, начинает убирать, начинаю его разбивать, да, здесь я также могу уйти сюда вниз. Теперь, мы сейчас по себе подходим к Диминой части, но я расскажу о колене на животе, как я это вижу, почему это классная позиция, да, смотрите, многие, когда, ну, вы подрелись с человеком, вы вцепились, обычно, когда вы подрелись с человеком не подготовлены, все-таки, обычно снизу он вас прихватывает к себе, да, и били вам здесь, но не особо его удобно, но, как только вы получаетесь работать на ногах, смотрите, если он даже держит ваш корпус, бум, колено влетело, как бы он вас не держал, то есть мне оторвать плечи тяжело, потому что он может в башку мне вцепиться, да, это стандартная история в драках, он снизу обхватился за башку, да, и как бы пытается держать, кто мои видосы борьбы в баре видел, которые напротив, там тоже меня пытаются снизу сходить за башку, вот, я поставил колено, что мне это дает? Это дает мне возможность, дает мне расстояние, расстояние для чего? Чтобы ему в кабинет накидывать, я могу его здесь прекрасно разбивать, он может начать закрываться, да, руками, я, допустим, не пробиваю, бум, влетело, мы разбиваем человеку животик, да, спокойно, абсолютно качественно, нормально, а дальше, важный момент, пусть я чувствую, может, подскажется, начинаю, может, что, я как-то встаю от человека, обязательно, вы знаете, если я опять же встану здесь, я банально могу просто, пнуть ботинка в коленную чашечку, мне может быть неприятно, если мы головой позицию понимаем, я хочу встать, да, допустим, назад, если я встаю назад, опять же, вот мы были здесь, да, он меня выталкивает, он двигается, я встаю назад, я могу залетать ногой сюда, дальше, самая распространенная ситуация, если мы говорим, опять же, про улицу, я встал назад, он не ногами ко мне будет поворачиваться, то есть, люди на улице, они тут же у本цы обычно не ходят, они не разворачиваются ко мне ногами, они обычно начинают разворачиваться, вот, на руки вставать, ну, либо встрепляется в вас, да, мы тогда втыкаем колени, снова его лупим, либо они пытаются развенуться, вот, а вот на руки встать, они поворачиваются, начинают вставать, здесь мы, замечательно, можем человек встречать ногой в голову, да, то есть, и класть его обратно. Еще одна вещь, для которой мне нравится вообще работать коленями, мы можем оценить угрозу, ну, потому что мы, когда лежим здесь, мы вообще ничего не видим, да, если у меня капюшон, он где-то навалился, мы в одежде здесь, 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 мы даже можем с ним поговорить, можно сказать, братан, ну, себя пришло, может, то есть, ну, не все драки заканчиваются обычно как бы убиванием человека, забиванием его на земле, может, там, как бы, психанулись, сцепились, как бы, он понял, что, как бы, физический конфликт, так-то, не пойдет. Да, успокоился, да, может даже руки пожать и разойтись, то есть. Эта позиция, во-первых, покажет ваше психологическое доминирование физическое, да, что может человек успокоить, во-вторых, дает вам гораздо большее поле зрения. Плюс, чем мне нравится еще колено. Иногда люди, бывает такое, даже на улице, даже ли не занимающий жил, они начинают ноги вот сюда закидывать, то есть, они берут, пытаются меня вот сюда ноги закидывать, то есть, вот. Да, просто, просто, куда-то вас столкнуть, да? Когда я на коленях работаю, смотри, если я вот так вот спиной, мне неудобно. Еще раз закидывай ноги, просто пытаются меня ногой лягнуть, я встаю, бам-бам-бам, у меня динамично, я могу здесь ставить колени, могу нормально, опять же, в человечка накидывать, да? Бон, последнее, еще расскажу, у меня у ученика была история, я ее много кому рассказывал, я ее очень люблю, вот у меня ученик, он, у меня там, компания своей, он для сотрудниц сделал кооператив, и он пошел в туалет, задевает, у кого-то мужика плечом говорит, извини, выходит, сидит за стол, к нему охранник подходит, говорит, извините, вас там на улицу раз на раз приглашают, это в Москве, между прочим, это не какие-то дубовые годы, это там несколько лет назад. Он выходит в февраль месяц, он, как бы, он такой маленький, так бы, тяжелый, такой кругленький, соперник его повыше, ну, сами на него смотрят, ну, что делать, короче, он в феврале вот на это вот гололейце его, короче, валит, садится ему в маунт, ну, как бы, что тебе это начинает его лещами забивать, как бы, ну, и забил его лещами, мужик, арал, так, пощади, пощади, сами, заткнись, сука, и лещами его, да, то есть, ну, иногда, как бывает конфликтная ситуация, когда вам нужно пустить руки в ход, это нормально, да, мы, я все время делал эфир, давно уже, несколько лет назад, с адвокатом Никитой Чермашинцевым, мы разбираемся с точки зрения закона, человек самая безопасность, задушить, то есть, у нас ведь его не задушите, долго надо держать, то есть, он, конечно, отключится, потом, пока в себя приходит, как бы, у него конфликтный спадет, ну, не всегда, во-первых, у вас есть навыки душить человека на улице, во-вторых, там одежда, может быть, все завалено, и башку пожарим неудобно, но, как бы, накинуть ему в кабинетик несколько раз для трезвости ума, для донесения, как бы, вашей жизненной позиции, может быть полезно. И сейчас, я думаю, мы перейдем к Диминой части, как это делать правильно, как правильно добивать. Ну, давайте начнем с колена на животе, добивание, как я это делаю, вот, и вообще. Значит, что очень важно, я не обладаю такой массой, как Миша, поэтому не могу заставить оппонента так, так скажем, просить пощады под давлением колена, поэтому мне приходится ставить колено более точечно на своего оппонента, чтобы это заставило его двигаться. Вот, я всегда думал, что важно просто поставить колено на живот, вот сюда, да, но это немного не так. Вот у нас у всех есть ребра с вами, и вот у всех ребра заканчиваются примерно вот здесь. И вот мы вот это место нащупываем, оно как впадина выглядит. И вы ставите вот это колено свое именно вот сюда. Обратите внимание, я не ставлю свою ногу близко к его туловищу, вот сюда. Если я ногу слишком близко подставлю, моя вся нога всей плоскостью ляжет на него, и точечного давления не будет. Это вот как пример Миши, допустим, для меня это большое открытие, когда я пытаюсь коленом продавить, я этого, допустим, не знал, что если я ногу подниму, я его руки проломлю. И это то же самое. Когда вы оказываете точечное давление, оно намного сильнее оказывает желаемый эффект. Вот мы поставили ногу на небольшом удалении от него, нащупывали вот это место и продавили. Вот именно вот это место, оно прям заставляет оппонента быстро двигаться. Вот здесь, что, как правило, будет делать оппонент? Он будет двумя руками пытаться снизить. И вот здесь, обратите внимание на вот эту мою ногу. Если вы поставите ее очень близко, я не смогу оказывать давление. Более того, он может ее опутывать и так далее, и так далее. Ну и куча неприятных моментов. Это нам не надо. Поэтому наша нога далеко, вот здесь. И он сосредоточит свое внимание только на этой ноге. Как только он это делает, я наношу удары. Вот здесь бить удары снизу вверх не очень удобно. Почему? Потому что, ну, я буду заваливаться вперед. Самый крутой удар отсюда, это секущий. Вот такой. Именно по челюсти. Вы четко попадаете, и соперник плывет моментально. Вот здесь, вот отсюда. Примерно вот в эту область. Вот вы наносите пару ударов, и этого будет вполне достаточно. Плюсы. Вы не теряете контроль. Вы как находились здесь, так и находитесь. Вы наносите удары по бороде. То есть, вы ни руку не травмируете, и очень все быстро для него закончится. Поэтому поставили колено. Вы сразу поймете, что вы поставили колено туда, куда надо, если он двумя руками начнет отжимать. Потому что, как Миша уже сказал, когда вы ставите колено, и он пытается одной рукой это сделать, это нифига не поможет. Он подключает сюда две. Как только оппонент ставит две руки, вы наносите удары. Вот отсюда. Это касаемо колена на животе. Да, вы уже пока не поделаете. Да, окей. Один момент только хотел добавить. Все круто. Я очень рад, что вам нравится так добивать. Не зацикливайтесь только вот на этих ударах. То есть, ну, эти удары, они будут наиболее результативными. Но это не мешает вам и прочий удар нанести. То есть, не обязательно, что вы только отсюда бьете. Вы можете один дать отсюда, другой отсюда. Этой рукой вы тоже можете пользоваться. Натягивать куртку и продолжать наносить удары. Уличную куртку в том числе. Уличную куртку тем более. Тем более. Вот. Теперь перейдем к боковому контролю. Боковой контроль – это моя излюбленная позиция, что в джиу-джитсу, что в ММА. Почему? Потому что, как правило, когда вас свипуют из маунта, как правило, вас переворачивают на спину. Да? Вот здесь. И это совсем не та позиция, в которой я бы хотел оказаться после доминирования. Или же, допустим, если он меня там свипанул не более удачно для него. Я оказался в халфгарде. И это тоже, ну, как бы определенные неудобства достает, да? Он будет мне, скорее всего, куртку там на голову натягивать и так далее, и так далее, если вы на улице. А когда нам куртку на голову натягивают, амплитуда между нами очень маленькая. И нанести удары как нужно я не смогу. Поэтому я выбираю всегда боковой контроль. Для меня вот большое удивление и очень приятно было, что нужно смещаться в сторону. Я это, несомненно, доработаю. Но я работаю всегда вот здесь. Вот таким образом. Так, сейчас сделай. Прежде всего, прежде всего, чтобы размягчить оппонента, можно добавить отсюда пару не очень амплитудных коленей. Каким образом вы это делаете? Вы немного отводите ногу назад и вот отсюда пробиваете. Поверьте мне, это очень неприятно. Прямо таким образом. Вы чуть-чуть ногу отвели и сюда зашли. Сюда отвели, сюда зашли. Это идеально работает, если он меня прижимает к себе. То есть, если бы пропустили там, да, или что-то пошло не так, вы завалили его и вас оппонент прижал. Чтобы он вас распустил, вы просто немного отводите ногу назад и впечатываете. Отводите и впечатываете. Что он будет делать? Вот что бы ты делал? Я бы, наверное, башку твою отжимать начал. Пытаться отъехать. А я думаю, что он бы попытался защитить свои ребра и начал накручиваться на меня. Ну, либо так. Я просто таких яиц уже не даю всего опыта. Ну, тем не менее, как правило, человек начинает защищаться и на меня отжимается. Это прекрасно. Это то, что нам нужно. Что мы делаем? Мы руку из-под своей головы достаем и перекидываем вот сюда. И опять накручиваемся на него. И когда вы давите вот этой рукой сюда, что он будет делать? Он будет убирать вот этот локоть. И это еще более идеально то, что нам нужно. Вы фиксируете его руку и наступаете. Я прям вот именно вот эту цепочку делаю постоянно, что в джиу-джитсу, что в ММА. То есть даже, да, вот здесь я прижался к нему в джиу-джитсу, допустим. Он прижал меня к себе руками плотненько, да. Я не даю ему ногами под себя подвернуться. Я достаю ручку сюда и начинаю отжиматься от него. Он пытается вот этой рукой себе помочь. И я наступаю сюда. И отсюда я уже могу как в джиу переходить на разные атаки. А вот тут я спокойненько забрал его ногу. Здесь не нужно бить рукой. Нет, это не очень удобно. Здесь идеально работает локоть. Что хорошего в локте здесь? Здесь амплитуда минимальная. Вам не приходится сильно размахиваться для того, чтобы нанести урон. Но дефект и урон для него максимальный, да. То есть она короткая, как вот такая хлеборезка. Грубо говоря, вы нарезаете и сечете его. Еще разок. Он меня прижал к себе плотно, да. Мы оказались здесь. Я просто не надо вот так вот заносить, как Кевин Рэндалман, царство небесное, ноги вот сюда. Вы чуть-чуть отвели ногу. Бам. Бам. Он начинает накручиваться. Я сразу же ставлю локоток сюда. Поджимаю. Наступаю. Здесь поджался наверх. Обратите внимание, я не остаюсь здесь. Я грудью растаскиваю его. И пошел. Пам, пам, пам. Если он лезет, у него выход какой? Он вот сюда не полезет. Правильно? Он руку будет вниз вести. Я ее перехватываю второй ногой. И здесь могу прям двумя руками ее забрать. То есть сначала она была у меня вот тут. Он ее сюда не поведет, потому что у меня тут колено стоит. Он может повести ее только вниз. Я могу перехватить ее этой ногой. Когда я перехватил ее этой ногой, он ее попытается вернуть назад. И здесь я ее перехватываю двумя ногами и забираю. Давайте еще раз всю цепочку и заново. Вот, ну, пример. Вы сцепились и упали. И оказались в боковом контроле. Вас оппонент прижимает к себе. Вот здесь. Не надо пытаться сейчас отжаться от него, потому что я могу попытаться отжаться. Он может резко встать или что-то там может произойти. Помогите ему это сделать. Отвели ножку. Бам, бам, бам. Как только пошла реакция, засунули руку. Места для этого хватает. Начинаем дайвить. Поставили ножку. И поехали. Он пытается спастись и начинает руку. Оп, перевели ее сюда. Он руку в другое место. Забрали ее. Легли прямо на него и доработали. Обратите внимание, что Дима лежит вот прям ровно поперек меня. То есть я не могу ни одно плечо от пола оторвать. То есть я прибит к полу. То есть если вы ляжете вот сюда, он может мостом меня раскачивать. Поэтому вы должны свой таз сместить вот сюда. Ближе к его шее. Вот таким образом. И тогда он мостом не может меня подбивать. Здесь вы только должны чувствовать, чтобы он вас не раскатил. Если вы чувствуете, что вы теряете руку, ничего страшного. Вы можете ее точно так же спокойно потом забрать. Самое главное это удерживать позицию. Если вы чувствуете, что ваша позиция ухудшается, не продолжайте наносить удары, типа смысл хоть сколько накидать. Улучшите позицию и потом возвращайтесь. Улучшить позицию намного проще, чем ее восстанавливать с самого начала. Это что в ММА, что в джиу-джитсу. Вопросы по этой цепочке есть какие-то? Тогда давайте пробовать. Последняя позиция, ребят, это позиция маунта. Я ее не очень люблю, но тем не менее. Что прежде всего хочу сказать? Что перед тем, как бить в позиции маунта, я советую вам соперника немного измотать. Каким образом? То есть, если вы сели вот здесь, и он еще свеж, и он не пропустил в стойке удар перед этим, то есть он готов себя защищать и пытается вас наказать за то, что вы оказались здесь. Мне будет очень тяжело его добить отсюда, когда оппонент не поплыл перед тем, как он оказался здесь. Поэтому, что обычно делаю я в этих ситуациях? Я накатываюсь вниз, поджимаю голову и двигаюсь наверх, и фиксируюсь, и прижимаюсь здесь. Для чего это нужно? Потому что он первые секунды будет максимально пытаться меня раскачать и скинуть с себя. Поэтому, каким образом он может это сделать? Если я сижу здесь, он легко меня тазом подбивает. Я должен сместить свой таз наверх и его руки свести в кучу. Вот сюда. Вот это идеальная позиция. То есть, я прям своими ногами его руки сжимаю вот здесь. Но, допустим, мне, я не могу сказать, что я там нереально физически сильный, но даже если вот так вот меня сжимают без контроля головы, я своими руками оппонента отпускаю, руки упираю в таз и раскачиваю, раздергиваю. Поэтому нужно после этого натянуть голову оппонента на себя. Это и в джиу-джитсу работает, и в ММА работает. То есть, мы собрали руки, я могу таз прям немного спустить и вот здесь натягиваю его. Ему здесь будет намного тяжелее меня замостить. После того, как у него пару неудачных попыток произошло, вы можете спокойно опуститься, еще раз подфиксироваться, выставить свою руку вот сюда и начать наносить удар. Да, они будут не очень амплитудные, как вот здесь, но вы будете в максимальной безопасности. Самое главное сжимать ноги под собой, чтобы он не пролез под вас. То есть, вы сжали здесь, руку для опоры вставили и вот здесь долбите. Поверьте, любой удар в голову с позиции маунта, он особо ничем не отличается от того, где вы его нанесете. Просто в ММА, когда добивают вот отсюда, соперник уже устал, и он не готов защищать себя, и он просто сидит и долбит его. А так-то по факту, если я здесь сижу, и он меня подбивает тазом, я себя удержать не могу. Только в момент удара, когда вы и так вы поднимаете. Да, то есть я вот начинаю бить, все, и здесь он меня вяжет и так далее. Поэтому, поджали, зафиксировали, голову натянули, чуть-то сместили. Все, ждем, пока у него дыхалка закончится. То есть, в моменты его свипа, его попыток свипа, не пытайтесь наносить удар, пытайтесь максимально зафиксироваться. И как только он замер, такой перевести дух вот здесь, вы должны его наказывать. Причем, очень круто резко поменять линию атаки. То есть, вы били, 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 бам, бам, в пузо. То есть, поверьте, этот удар тоже, ну, максимально неприятный. Поэтому все, в принципе, понимают, как с маунта бить. Но главная моя рекомендация, еще раз повторюсь, сначала плотно зафиксировались. Я добавлю, что это сильно снижает видимость. Я не сильно вижу, откуда мне сейчас полетит. Натянули голову здесь, он там подустал, там у него не получилось свипануть. И все, вы спокойно вернулись, руку выставили и пошли вот отсюда колотить. Он тазом меня подбить не может, обхватить меня руками не может. Единственное, что... Если я обхвачу руками, правда, вот в этой позиции... Еще круче. Еще круче. Лицо оставлю. Вот. Но даже если у вас прижал сюда, вам ничего не мешает прямо вот сюда вот руку ставить и отжимать, и сразу локтем сюда заходить. Ну, например. Поэтому, уперлись, бывает такой... Можете и головой даже упереться, чтобы еще ниже к нему быть. И вот отсюда колотим. Короче, основной вывод. Перед тем, как бить в маунте, сместились вверх, натянули голову, позицию плотно забрали, меньше амплитудных ударов. Чувствуйте, что теряете позицию, опять натянули голову, поджали ноги, переждали шторм, как только шторм закончился, опять наносим удар. Я сейчас здесь чуть-чуть добавлю, чтобы нам к маунту не возвращаться дважды. Ну, что ж, пожалуйста. Я... Я бы не хотел. В своем видении немножко по-другому маунт делаю. Смотрите. Да, мне... Я когда наношу удар, у меня вес уходит, если меня в этот момент подбивают тазом вверх при масте, я пролетаю очень хорошо. Поэтому есть один рецепт, который не допустить. Я сильно сжимаю колени, поднимаю свой таз. Здесь, даже если я буду бить, поднимай таз. Поднимай таз, то есть меня не сильно выкидывает, я достаточно хорошо себя чувствую. Поскольку я все-таки не боится ММА, есть вообще третий способ, на самом деле. То есть если мы хотим нанести максимальный ущерб, я... Ну, я не жду, когда меня судья там даст, да? То есть я... Возможно, я вообще там... Мы как-то катались по земле, и вообще, может, мы не один там, может, уже допомога бежит к нему. Да, если есть в маунте, что у вас запинали сзади, не всегда хороший вариант. Поэтому у нас есть еще один путь, да? То есть я бы здесь, я приподнимаю таз высоко, очень важно, когда я поднял таз высоко, я сжал колени. Я здесь, то есть я балансирую, то есть я руками могу хвататься, то есть я балансирую, я здесь, пальцы, ног в пол. И дальше мы делаем совсем типичный вариант, то есть все ждут, что я буду здесь сидеть. Окей, я могу встать на ноги, делать это сверху. Актуально, если вы... Ну, то есть мы не всегда деремся один на один, да? И условно, можно... Ну, Леха, я знаю, что ты хочешь, то есть... Словно, да? То есть я здесь, и оказывается у меня сзади Леха встает, я хочу встать, возможно, кинуть, и хочу человека иметь перед собой, поэтому... Вы должны адекватно оценивать ситуацию, Что я не всегда хочу вцепиться в человека и забыть обо всем, что происходит, да? Иногда мне нужно из позиции максимально быстро встать. У меня не будет возможности встать вот так вот так. Сейчас, сейчас, погоди, я полежи, я встаю, да? Потому что он меня вцепится. Я. Тем более, если я знаю, что у меня друзья... Да, то есть я сжал ноги, возможно, в лицо, вот, я оттянулся, никто мне улицы не будет гад забирать, то есть... Да, он будет ноги поднять, он будет пихать, все, мы отходим, все. Вы хотя бы оставили человека на видимости и побежали за ножом. Ну, моего, как бы, нашего товарища из моей команды с кошачьим погонялом, все, думаю, знают, называть не будем. Вот, в нем была мечта треугольник на улице в драке сделать. Он был в Питере, была тоже драка, тоже там многочисленная. И он берет и делает слайд-триангл, закрывает идеальный треугольник, все, человек душится, все хорошо. Тут с двух сторон подошла до помоги и запинала его с двух сторон в голову до нокаута. Вот, треугольник был хороший, жалко, не успел. Собственно, во-первых, давайте похлопаем Диме за то, что он пришел. Я думаю, что это было отличное, чем в нашем, во-первых, психологически просто разгрыться перед ссорами, посмеяться, повеселиться. И в конце мне бы хотелось сказать одну такую историю. Как-то я спорил с человеком в интернетах, человек был адепт такой, типа, вот у вас там спорт, это вот несерьезно, вот у нас вот на улицах, там да и так далее. Я, говорит, вообще-то могу тебя укусить. И я ему сказал, братан, смотри, как бы тебе сказать, я тебя тоже укусить могу, просто у меня арсенал приемов, помимо твоего одного укусить, он гораздо больше, да? То есть, в принципе, если мы ударимся в историю джурджитс, то первая реклама джурджитса по Рио, это были объявления, если вы хотите сломанную руку и ребро, ищите Карлоса Грейси, да, то есть люди все-таки, ну, бились по реальным все-таки боям, как бы без правил, да, с хватанием за волосы совсем, и джурджитсу было для этого пригодно. Потом переезд джурджитсу в Америку, да, уже эта реклама, все тут культурно красиво, но, и, точнее, появилась репутация, что джитсер что-то такое, это люди вот схватили, то есть, особенно, там, мумажников, там, борцов других стилей, ну, что такое джурджитсу, это они схватили, там, повалялись, то еще кто-то постучал, и все. На самом деле, джурджитсу это полноценная борьба с полноценным контролем, который вы можете использовать для добивания человека в разных ситуациях спортивных, или не очень, да, то есть, джурджитсу это круто, это классно, это сильно, вот, но надеемся, что вот эти вот знания, которые мы вам показали, пригодятся вами с трудом, только если вы пойдете в секцию ММА, да, не на улице. И давай, драться на улице в любом случае не очень хорошо, потому что я на районе как-то вот подрался с двумя наркоманами, и об одного распорол руку, и поехал на следующий день сдавать тест на ВИЧ, поэтому, поэтому мне было, а? Я и спустя три месяца тоже сдал. Ну, короче говоря, ребят, если у вас есть возможность не вырубать наглых людей на улице, а аккуратно их придушить, то это будет намного круче, а вообще берегите себя, живите мирно, и пусть все у вас будет хорошо. Всем спасибо. По белым поясам люди, во-первых, не сильно быстро реагируют, а во-вторых, сильно ссут. А на сайте BGG School Online пополнение коллекции важных тем из серии это должен знать каждый, особенно, если вы планируете участвовать в соревнованиях или выигрывать на соревнованиях. Что такое гардпул? Гардпул это падение на жопу, да, когда вы в стойке падаете на жопу, у вас появляется гардпул. Михаил Панков представил свой новый видеокурс «Наука затягивания в гард 2.0». Крайне необходимый аспект джиу-джитсу, которому уделяется удивительно мало времени на тренировках, а между тем, это первое, с чего начинается каждая боже схватка, независимо от того, роллинг ли это на тренировке или принципиальное рубило на соревнованиях. И кажется, Михаил Панков первый, кто посвятил этой теме семинарной разной дистанции, разные гарды, но глобально единые правила и формулы. Смотрите, я специально покрываю каждый этап упражнения для того, чтобы вы его, блядь, сделали, не смешали его в кашу, не превратили его в говно. Михаил разбирает науку прохода в теории, практических упражнениях, комментариях и в процессе исправления ошибок учеников. Этот видеокурс абсолютно точно должен быть в вашей коллекции. Как всегда, простым языком и иногда матерным, доходчиво, толково, логично. Прямая ссылка на получение доступа к видеокурсу будет в описании.